Я же вам рассказывал, как она мне говорит, Новиков, прихожу домой, умереть хочу. Говорю, почему так? Она говорит, сумка, говорит, Биркинг, 50 тысяч евро стоит. Переложить не могу, говорит. Бриллиантов полведра. Говорит, муж, давай их куплю. Она говорит, куда я их носить буду? Я один раз видел ее ожерелье, я вам рассказывал. Вот теперь она достанет все эти бриллианты, оденет себе на шею все эти изумруды и пойдет гулять по Тбилиси, по Батуми и наслаждаться жизнью. Но не получится, потому что страх. Потому что страх. Так вот, Елена Владимировна, вы не бойтесь, что сейчас в отношении вас возбудят 2-3, ну по моим данным 3 уголовных дела, вы не бойтесь. Поэтому не переживайте, не переживайте. У нас в тюрьмах не пытают, у нас в тюрьмах не бьют и никого не унижают. Вот представляем ситуацию. Разбойник врывается к вам в дом. Приносит вам тяжкий вред здоровью. Громит и крушит все кругом. Забирает все ваши ценные вещи. Его ловят. Но наказывают его за то, что он натоптал у вас на ковре. Вот пока ситуация с Хахалевой напоминает именно это. Все, что она натворила, пока не коснулись. Ее пока уволили на то, что она работу прогуляла. Ну правда, 182 прогула. 182. То есть ее пока пригодили полномочия за то, что она на ковре натоптала. Елену Хахалеву уволили. Верили вы в это, что такое может случиться? Верили вы в это страна? Какие были настроения? Какие были ожидания? Дело в том, что уволили звучит как-то слишком мягко и по-житейски. Елену Владимировну Хахалеву привлекли. Знаете, людей слово привлекли всегда очень пугает. Потому что привлечь это значит что-то страшное. И в данном случае мы будем говорить именно о такой формулировке, потому что сегодня пока ее привлекли лишь к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судей. Что это означает? В нашей стране все судьи независимы, несменяемы и неприкосновенны. Их полномочия ограничены только смертью и глубокой-глубокой старостью. По некоторым должностям 76 лет. Елена Владимировна еще молода. И поэтому на сегодняшний день ее полномочия прекратили до срока. А вела бы она себя хорошо, она бы еще лет 30 была бы судьей и председателем суда бы стала. Вы знаете, говорят, если бы вы имели веру хоть с горчичное зерно, вы бы двигали горы. Так написано в Евангелии. Об этом знают все те, кто ходят на Пасху, в храм на Пасху и хоть иногда держат в руках Евангелие. Поэтому Дмитрий Владимирович, конечно, верил в это. Верил, и вопрос был только времени, когда это случится. Потому что надо всегда бить в одну и ту же точку, пока ты не пробьешь. Вода камень точит. Вода должна течь постоянно на этот камень, чтобы был результат. Я вот вас, извините, перебью. Но это же как нужно было накосячить? Это же выходит, что судьи, свою же коллегу, лишили таких вот, как вы сказали, тринет. Менили и прикосновенно, и зависимо теперь. Да, она и зависима, и прикосновенно теперь выходит. Что же это такое? Это же как бы как нужно было накосячить. Это что же тогда нужно было делать? А я вам скажу, что если бы это был внутрисудебный конфликт, просто два судьи воевали, как Новиков с Хахалевой, возможно, мы бы ждали этого решения еще несколько месяцев, а может быть и лет. Дело в том, что в борьбу с ней были вовлечены простые мужики-колхозники. Брабоктяги с полей, это фермеры. Это фермеры, которые начали бороться с ее мужем, с ее кланом и с ней вместе, с которыми она вела переговоры в кабинетах. Поэтому участие простых мужиков с полей привело к тому, что это дело стало заметным. Его заметили. А Хахалева сказала, что я утру всем нос. Она же хвасталась, что она якобы, если не врет, дружила с одним из заместителей директора ФСБ России. Рассказывала нам всем, что она, когда приезжает в Москву, она в гостиницах не живет. Она живет, говорит, дома, якобы, скажем, как она говорит, у заместителя директора ФСБ России. Какие там колхозники, какие там колхозные мужики. Но эти колхозные мужики сели на трактора и поехали на Москву. И они стали заметны. И поэтому Елена Владимировна попала в поле зрения тех, кто иногда контролирует и ФСБ. Люди, которые сидят в Кремле. И поэтому такой результат стал возможен на сегодняшний день. Самое главное, это для вас эксклюзив. И я знаю это точно. А все те, кто меня смотрят, и те, кто знают, что Дмитрий Владимирович за Россию и он не врет, уже сейчас направлено представление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела против Елены Владимировны по статье 159, части 4. Даже так. И поэтому на сегодняшний день вот это лишь первая ласточка. Это маленькая ласточка, которая сегодня позволит довести дело до логического завершения. Вы знаете, как говорят? Ну, поработал ты с судьей, да? Я награбил 100 миллионов долларов, 200 миллионов. Все, мы тебя уволили, мы тебя наказали. Это не наказание. Когда ты остаешься с деньгами, с награбленным и живешь себе спокойно. Поэтому сейчас самый большой риск для всех наших сограждан, для России, для ее авторитета, это то, что, могу даже поспорить с вами, Елена Владимировна не позже, чем через неделю, просто покинет территорию Российской Федерации. Мы больше ее не найдем. Через неделю Елена Владимировна Хахлева будет отсутствовать в Российской Федерации, потому что ей уже известна информация о том, что в отношении нее направлены материалы проверки для возбуждения уголовного дела и не по одному эпизоду. Какие это эпизоды? Первый, конечно, то, что она там 128 прогулов совершила и получала за эту зарплату, она отдаст это государству. Но там же есть еще дела ее мужа, который всем нам рассказывал, что он беден, а Хахлева говорила, что он богат, когда свадьбу за 2 миллиона долларов они делали. Когда он судился за наше народное состояние и достояние, понимаете, ну мы же не можем себе прикарманить поля, луга, 100 миллиардов гектаров, мы не можем, но люди многие пытаются. И вот у Роберта, его кличка Робик, его называют все судьи, его край называют Робик. И вот когда Роберт обращался в суд против Российской Федерации и просил отдать ему тысячи гектаров земли, он писал, что денег у него нет. И он ничего не может заплатить государству, родине и стране, даже госпошлину. Поэтому второй эпизод, но и дальше, он у нас и микрозаймы. То есть семья Хахалевых у нас открыла кучу организаций, микрозаймы, быстро деньги. То есть они знают, что народ беден, а Хахалева богата. И поэтому все бегут за 20 тысячами рублей куда? К Хахалевым. Они берут у них займы под 40% годовых. Под 40%! Это делает члены семьи судей Краснодарского края. Но слава богу, что с сегодняшнего дня она уже не судья. И поэтому они же участвовали, у нас красивейшее здание в краевом суде, красивейшее. Когда заходите в залы заседаний, вы можете себя почувствовать, как будто бы вы в Лондоне, как будто бы вы в Англии, в Америке. Залы судебных заседаний краевого суда волшебны. Начинаем думать, а где вы взяли такую красивую мебель? Где вы еще ее подобрали? Оказывается, в фирме мужа суди, которая является свахой председателем суда бывшего. То есть он поставлял мебель. И совсем недавно меня на улице просто поймал один человек и говорит, Дмитрий Владимирович, меня хотят убить. Они сказали, что они меня убьют, если я не закрою рот, я пошел в ФСБ и попросил, чтобы они меня защитили. И слава тебе, господи, они его взяли под защиту, защищают его. А это поставщик этой мебели в здание краевого суда. И говорят, почти там на 200 миллионов была поставлена разница между стоимостью и стоимостью покупки. А тот председатель, зампредседателя суда, который подписывал акты, сказал, что я больше не могу в этом участвовать. И вообще ушел и уехал в Вену. Поэтому зампредседателя суда Николайчук сам написал заявление и ушел. А именно он подписывал бумажки для Хахлевой. А теперь Хахлева у нас улетит. Но Хахлева в Вену не полетит, она сбежит в Грузию. Она убежит в Грузию. И поэтому сейчас начнутся уголовные дела. Сейчас будет вроде на проверка. Следующее заседание высшей квалификационной коллеги судей нашей страны будет о даче согласия на возбуждение уголовного дела против экс-суди Хахлевой, против бывшей судьи Хахлевой. Я теперь это говорю спокойно. И радостно, и печально. Вы понимаете, потому что какой был старт, какой был успех, какой был подъем. Царица. Но вы же понимаете, что вас никто не заставляет быть докторами наук. По хотя бы сказке русские народные читайте. А в этих сказках все ответы. Золотая рыбка владычицей захотела стать морской. И чтобы все судьи, эти маленькие золотые рыбки, которые денежки ей несли каждый день, стали у нее на посылках. Вот и осталась она у своего корыта. Поэтому сейчас начинаются уголовные дела. Я буду вам регулярно сообщать о том, что это будут за дела. Потому что Новиков же за границу не убегает. Новикова любят. Те, кто носят погоны. Поэтому я обязательно вам расскажу все, что будет происходить дальше. Но я вас уверяю, мы больше ее не увидим в России. Потому что она не за Россию. Она убежит в Грузии. Мы ее не найдем в Грузии. Такое, что скажет... Подождите, Елена, не спешите. Побудьте еще немножечко в России. Есть пару вопросов. Вот мы тут товарищи в пижаках черных хотят вам их задать. И не успеет. Или все-таки убежит. А как же добро? Или добро уже там? Дело в том, что вы рассуждаете правильно. Вы рассуждаете так, как учат студентов на юрфаке. Вы говорите как отличник. Но у нас часто работают двоечники. И на таможне, и в ФСБ бывают такие. И в Следственном комитете. Поэтому мы надеемся, что нас с вами увидят парни-отличники бывшие. И оперативно сработают. Потому что сегодня у нее же неприкосновенности нет. А знаете, без удостоверения, бывшие судьи ходить по улице уже не так свободно и легко. Уже надо по сторонам оглядываться. Кто-то и помидорчик может с тебя бросить. Кто-то и наручники одеть. Кто-то из-за нарушения правил дорожного движения задержать. Поэтому все становится опасным. Поэтому, конечно же, она сегодня будет лететь не в бизнес-классе. Она сегодня будет вылетать неоткрыто через вип-зал, через который она привыкла ездить. Сядет она в машинку свою. Правда, у нее Бентли, Бентяга. Они когда покупали ее, все семьей приезжали за ней. Бентли будет сильно заметной. Сядут, наверное, в Жигули старые. И поедут на машинке через абхазские тропы. Чтобы не быть замеченной. Потому что все очень опасно. И коронавирус сразу пройдет. Сейчас она всем говорит, что у нее последствия коронавируса. Что вся семья коронавирусом болеет. Я говорю, хахалева. Будет последний в мире человеком, кто исцелится от коронавируса до того момента, пока у нее будет корочка в кармане. Понимаете? А если корочки нету, то исцеление наступит сразу. Сразу. Поэтому антитела надо ухахалевать. Ей надо сказать, милая моя, вы так быстро вылечились от коронавируса. На границе остановить ее. И сказать, нам нужны ваши антитела. Вы должны спасти нашу Россию. И сказать, вы очень такой редкий экземпляр. Но боюсь, что ее вывезут. Ее вывезут в Турцию, в Грузию. Потому что у нее там очень большие родственные связи, у ее мужа. И поэтому она послужила Грузии. Она послужила грузинскому клану. Не зря же ее воры в законе, которые просидели по 25 лет, по телевизору выступали и называли хахалева. Поэтому хахалева станет хахалевой и уедет в Грузию. И мы ее еще очень нескоро найдем. Убежит. А в Грузии, что в Грузии? Ну как вот, типа, ну не при власти, но хотя бы на свободе? Что в Грузии, какие там перспективы? Помидорки выращивать? Свежим горным воздухом дышать? Венцо попивать? Может виноградниками займется? Меняется шкала ценностей. Понимаете, сначала ты хочешь править балом. Командовать. Потом понимаешь, что так, власти нету, тогда деньги. Денег набрали, так деньги уже не радуют. Теперь уже отсекли источник, денег отсекли. Теперь надо сохранить свободу. То есть утратили власть, потеряли источник денег, сейчас свобода. Следующий вариант. Поэтому теперь они будут биться за свободу. И пытаться сохранить свои деньги. У нее же этот муж, грузин, у него брат возглавляет телевидение грузинское, какой-то телеканал. Поэтому будут сейчас вести пропаганду, что бедная несчастная хахалева. Это же додуматься до такого, принести на заседание высшие квалификационные коллеги судьи России, прислать адвоката со справкой болезни и запечатанный конверт. Говорят, хахалева передала запечатанный конверт, сказала не вскрывать. А они смеются, говорят, а что там может быть? А она говорит, там может быть государственная тайна. То есть она себя возомнила хранительницей государственных тайн. Когда ты кому-то помогала землю воровать, это не государственная тайна. Когда ты помогала кого-то в тюрьму отправлять, это тоже не государственная тайна. Она просто возомнила из себя вообще секретную спецслужбу, которая якобы, исполняя государственную волю, делала зло. А это, оказывается, оказалось не так. Президенту нашему не нужна была ее помощь в деле борьбы с врагами народов. Она сама людей назначила врагами народа. Она сама разорила их. Она сама посадила их в тюрьму. А теперь говорит, родина, спасибо, мне не скажет. Поэтому сейчас речь идет о свободе. Пойдет, будет свободно гулять в своих нарядах по Грузии. Я же вам рассказывал, как она мне говорит, Новиков, прихожу домой, умереть хочу. Говорю, почему так? Она говорит, сумка, говорит, биркинг, 50 тысяч евро стоит. Переложить не могу. Говорит, бриллиантов полведра. Говорит, муж, давай их куплю. Она говорит, куда я их носить буду? Я один раз видел ее ожерелье, я вам рассказывал. Вот теперь она достанет все эти бриллианты. Оденет себе на шею все эти изумруды. И пойдет гулять по Тбилиси. По Батуми. И наслаждаться жизнью. Но не получится. Потому что страх. Потому что страх. Он холодным потом будет ходить по спине. И нужно будет постоянно оглядываться. Потому что все, когда начинают творить зло, они в отношении меня много зла сотворили, они думают, что они умные, а мы все кругом дураки. Что они ведут себя правильно, а мы ведем себя неправильно. Они думают, что это может только с нами случиться. А с ними нет. А получается, на самом деле, что со всеми это может происходить. Гарантий не бывает. Никаких гарантий неприкосновенности не бывает и быть не может. Тем более, для чего неприкосновенность? Деньги из России грузинам вывозить. Россию обманывать. Без диплома. Конечно, свое пускай едут и тратят там. Новое зарабатывают. Я и сказал, что ей нужен адвокат. Ей нужен адвокат. Очень серьезный. Поэтому, поскольку Хахлева сделала все для того, чтобы судья Новиков стал адвокатом, вот для Елены Владимировны Хахлевой, на той неделе я сказал, что я могу стать для нее адвокатом за 500 тысяч долларов. Поскольку сейчас она уже не судья, поскольку сейчас риски выросли, то для Елены Владимировны участие адвоката Новикова в ее деле будет стоить миллион долларов. А я за эти деньги помогу обездоленным, бедным и несчастным. Бесплатно. Бесплатно. А вот с таких, как она, будем 7 шкур драть. 7 шкур. Вот такое адвокат Робин Гуд. Конечно. Рад деньги у богатых и удачимся. 5 баллов. Молодцы, правильно сказали. Так и есть. Поэтому прогнозы очень печальные. Прогнозы печальные и прогнозы, к сожалению, реальные. Потом вспомните и позвоните мне, я вам расскажу. Для вас эксклюзив. Информация наисвежайшая. За 15 минут до вашего звонка поступила ко мне. А тех источников, которые всегда помогали Дмитрию Владимировичу сохранить любовь к России. К России. Но мы будем надеяться, что нас будут смотреть, как вы говорите, пятерышники, и все-таки остановят Елену Владимировну. И как бы настойчиво попросит ответить на вопросы заданные. Знаете, как говорили мне? Они говорили, Новиков, когда они от меня пытались, дела возбуждали. Представьте, возбудили по 11 составам, и ни по одному подтверждения не нашлось. По 11. Девять прекратили, три переквалифицировали, по сроку прекращали. Они как говорили, Новиков, почему вы боитесь возбуждения уголовного дела? Уголовное дело для того и возбуждается, чтобы разобраться, чтобы разобраться, услышать все ваши доводы, ваши аргументы. Так вот, Елена Владимировна, вы не бойтесь, что сейчас в отношении вас возбудят два, три, ну, по моим данным, три уголовных дела. Вы не бойтесь, потому что дело как раз и возбуждается для того, чтобы разобраться, чтобы обыски провести у всех тех, кто на вас наговаривает, чтобы выемки сделать. Вы там сегодня на коллегии сказали, ну, не вы, ваш адвокат, что вы находитесь в программе государственной защиты свидетелей? Вы представили справку из УВД Краснодарского края, что вы находитесь под государственной защитой? Вы знаете, вот когда будет возбуждено уголовное дело, вас защитят. Можно, вот как вы говорили мне, Новиков, мы жизнь тебе спасли, когда отправили тебя в СИЗО. Вот в СИЗО там отвечают за вашу жизнь. Вы будете год находиться в СИЗО под государственной защитой. К вам ни один бандит туда не подойдет. Никто не будет вам мстить. Все будут спокойно разбираться, а вы будете лежать, булки есть и телевизор смотреть. Поэтому не переживайте, не переживайте. У нас в тюрьмах не пытают, у нас в тюрьмах не бьют и никого не унижают. Ну, ничего, что раз в неделю будете мыться. Ну, не страшно, потому что организм от этого не гибнет. Поэтому, на самом деле... Уверенность в завтрашнем дне, да? Да, что не убьют, что суд разберется. Вы же знаете, какой нас суд. Вы не бойтесь судебной системы нашей, вы не бойтесь судебных заседаний следователей и прокуроров. Вы же помните, Елена Владимировна, сколько людей к вам приходило. Вы же помните, моя дорогая, что у вас приемной стояли следователи, начальники следственных управлений, МВД, Следственного комитета. Вы же говорили, что они прекрасные люди. Вы их всех знаете в лицо, вы знаете им цену. Поэтому не бойтесь их. Не бойтесь. Они расследуют ваши уголовные дела теперь, защитят вас в следственном изоляторе и разберутся с вашими доводами. Потому что вы знаете, что у нас вот такой Следственный комитет, вот такая прокуратура и вот такая судебная система. Не нужно этого бояться. С явкой, с повинной. Лучше явиться, если в чем-то виноваты. Пускай отсидите за мелочь. За мелочь отсидите. За то с чистой совестью на свободу в новую жизнь. Ну и явка с повинной. Ну и явка с повинной. И вспоминать, какая я была дура, когда Новикова не слушала. Дурой я была. И вот тогда будет все замечательно и хорошо. Потому что критически надо относиться к себе. А всем судьям Краснодарского края это урок и зарок. Не зарекайтесь. Не будьте сильно самоуверенными. Потому что она же царицей была. Представьте, сваха председателя, член президиума, председатель судебной коллегии, судья краевого суда, доктор, профессор с дипломами левыми. Понимаете? Ну царица просто. На путь себе студентам говорит. Ну посмотришь, думаешь, боже мой, как таково должно случиться. А бах и нет ничего. Все, закончилось. А дальше новый путь. Криминальный, тюремный. По тюремной дорожке в Сибирь. Вот это фильмы снимать можно, понимаете? Поэтому вот так вот. Драма, драма. Целая, настоящая прям драма. На самом деле страшно. Вас можно поздравить с победой? Или это только... Вы же такой вклад в это внесли, вот в это событие. Вы знаете, конечно... Наверное, в марш будете ей сниться. Конечно, скромничать, Лукавич, конечно же, можно. Но это не результат только действий судья Новикова. Это результат моих совместных действий. Это фермеры, которые тракторный марш организовали и помогли мне обратить на это внимание. Это люди, которые вместе со мной писали, проводили расследования. Это люди, которые рискнули своей жизнью ради того, чтобы об этом услышали в Кремле. Поверьте мне. Знаете, правда? Тут можно, конечно, сожалеть о том... Вот представляем ситуацию. Разбойник врывается к вам в дом. Приносит вам тяжкий вред здоровью. Громит и крушит все кругом. Забирает все ваши ценные вещи. Его ловят. Но наказывают его за то, что он натоптал у вас на ковре. Вот пока ситуация с Хахалевой напоминает именно это. Все, что она натворила, пока не коснулись. Ее пока уволили на то, что она работу прогуляла. Ну, правда, 182 прогула. 182. То есть ее пока прекратили полномочия за то, что она на ковре натоптала. Но именно вот это теперь позволит проверить. Сначала они зашли, видим, натоптала на ковре. Все, за ковер ругаем. Но мы теперь пойдем дальше, в другие комнаты. И теперь мы увидим, что она не только на ковре натоптала, что она вазу разбила, люстру украла, понимаете, кого-то побила. Вот теперь вся картина мира будет через годик-другой просто поражать. Поражать на всех. Мы будем все в ужасе находиться, смотреть и не понимать, как такое могло быть. Конечно, можете поздравить Дмитрия Владимировича. Можете поздравить о Николае Маслова, Петрова, Олега и других фермерах. Салмина, Алексея, адвоката. И у нас будет на днях пресс-конференция. Мы вас приглашаем. Мы очень многое там расскажем. Обязательно расскажем. Потому что одного дня для торжества правосудия недостаточно. И учитывая, что какие ухахали во связи, она же Верховный суд двери ногой открывала. Ногой открывала двери. Она мне сообщала о всех решениях суда, Верховного в том числе, за день до заседаний. У нее страшные покровители. И эти покровители сохранили бы ее на этой должности. Просто уровень людей, которые обратили на нее внимание. Благодаря и вам, кстати. Наш с вами сюжет, который мы записывали в Сочи, он очень помог. Он очень помог. На нас обратили внимание. На ситуацию посмотрели с другой стороны. И такого уровня люди, что ее друзья и подружки из Верховного суда уже ничего не смогли сделать. Ничего. И поэтому победа, это должна быть нашей общей и примером для очень многих людей в том, что если вы не будете бездействовать, если вы не будете отчаиваться и унывать, то вы победите. Потому что люди говорят, ой, да невозможно с ними бороться. Да невозможно на них писать. Невозможно. Они всех поубивают. Всех не поубивают. Понимаете? Всех не пересажают. И вот Елена Владимировна сегодня образец тому, что можно побеждать. Просто нужно не бояться. Я иногда боюсь. Иногда у меня мурашки от страха бегали по спине. Потому что я понимал, кто я такой, сошка беззащитная. Я знаю только закон и я имею настоящее образование. И только это мне помогло. Когда-то я сидел за одним столом с президентом нашей страны, Путиным. И мне дали слово сказать. Рядом сидел Лебедев, президент Кабардино-Балкарии, директор завода Балтика с Питером. И мне сказали, дали слово, тост. Я говорю, вы знаете, я парень из простой семьи. Я, как все обычные дети, учился не за деньги. Ходил, сдавал экзамены, контрольные там, писал, на занятия, на лекции. Я не пропускал занятий. И благодаря тому, что я по-настоящему учился, а сам не покупал, я смог сделать себе карьеру. И карьера привела меня к тому, что я сижу за одним столом и говорю президенту какие-то слова, тост говорю. То есть, значит, мои знания чего-то стоят. И сейчас только лишь своими знаниями и решительностью мы смогли доказать всем, что Хахалева Елена Владимировна не должна быть судьей и не должна именем Российской Федерации принимать решения в отношении граждан нашей страны. Поэтому я поздравляю вас всех с этой победой. Это свидетельство того, что механизмы работают, социальные лифты существуют, главное усердие и труд. Умение, которое у вас в голове и труд, это ваше усердие, все перетрут. В том числе и Хахалеву в процессальном смысле этого слова. До состояния лепешки. Поздравляем и вас, и всех в вашем лице, кто боролся вот с такой вот несправедливостью. И всех еще, кто по России с такими вот подобными Хахалевыми, а их еще много, борются. Потому что все-таки победа будет за нами. Потому что что на нашей стране праведливость. Враг будет разбит, победа будет за нами. Она не единственная. У нее есть соучастники. У Хахалева есть соучастники. Продолжаем работу, продолжаем расследование. Ждем открытых, решительных действий со стороны Бастрыкина, представительственного комитета, нового генерального прокурора. Потому что главный принцип уголовного процесса это неотвратимость наказания. Неотвратимость. Поэтому, когда я вам рассказал ситуацию, когда она говорит, полтора миллиарда, миллиард двести, делим напополам, миллион даете долларов наличными, расходимся, это что? Это как минимум покушение на преступления. Такие вещи запрещены в судейских кабинетах. Поэтому это очень хорошо. Вот это теперь называется настоящая назидательная порка. Только порка государством, порка правопорядком зажравшегося судья Хахалевой. И вот теперь пускай посмотрят. Они хотели Новикова выпороть, чтобы все судьи были как мыши, послушные, под козырек исполняли все, что они говорят. А теперь нет. Теперь государственная система выпорола, выпорола коррупционера и мы теперь будем смотреть, хоть бы она не повесилась. Я не хочу, чтобы она покончила жизнь самоубийством, потому что жизнь прекрасна и не в должности судьи. Тем более, если ты честный судья, бояться тебе нечего. Я честно хожу по улицам, меня люди обнимают, целуют, я их обнимаю, их целую и в меня никто ничего не кидает, потому что они знают меня. И я говорю, задавайте вопросы, предъявляйте мне в лицо претензии и я буду вам отвечать. А способна ли она также прямо ответить на все вопросы, которые будут ей задавать? Я сказал, дайте мне оправдаться перед вами. Если я оправдаюсь перед вами, тогда я смогу жить в этой стране. Вот пускай попробует она переоправдаться перед всеми, мы посмотрим, чем дело кончится. Это не конец. Бой выигран, но война продолжается. Да, да.